Дом Денег В Бурейском районе на 132-м километре автодороги Благовещенск-Гомелевка водитель, управляя автомобилем Toyota Leon, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате ДТП травмирован водитель с автомобиля Toyota Leon. В свободном на улице Ленина 28 водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, при переезде перекрестка не уступил дорогу автомобилем Mitsubishi Pajero, который, избегая столкновения, допустил наезд в настоящий автомобиль Toyota Taunas. В результате ДТП ранена женщина-пассажир с автомобиля Toyota Taunas. А в Белогорске на улице Ленина 111 неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход доставлен в лечебное учреждение. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о ситуации на дорогах города и области, а также о происшествиях. Всем здравствуйте. Самое громкое происшествие за последние дни. Убийство возле ночного клуба в Благовещенске обросло новыми подробностями. Напомню, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 ноября. Возле Благовещенского пассажа был застрелен 24-летний молодой человек. 12 ноября межмуниципальным отделом ВДРСИ Благовещенский из больницы поступило сообщение о доставлении в лечебное учреждение молодого человека с огнестрельными ранениями. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Впоследствии пострадавший скончался в больнице. По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин 1991 года рождения. Оперативники установили круг общения подозреваемого. Через его знакомых сотрудникам Управления уголовного розыска ОМВД удалось убедить данного гражданина сдаться. 13 ноября он пришел в Управление уголовного розыска, принес имеющееся у него оружие. Оперативники передали подозреваемого следователям Следственного комитета. Огнеборцы пожарной части села Новгородка, что в Сободинском районе, спасли жизни двух человек. 70-летняя женщина и 43-летний мужчина не смогли самостоятельно выбраться, когда пламя охватило дом. На момент прибытия огнеборцев из окон дома шел густой дым. В течение 6 минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара дом поврежден изнутри по всей площади, сообщили в пресс-службе Амурского управления МЧС. Есть ситуации на дорогах. В Благовещенске на улице Октябрьская, 195 водитель, управляя автомобилем Мазда Дэми, при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Тойота Ист. В результате ДТП водителю автомобиля Тойота Ист понадобилась помощь медиков. Ехал один, никого рядом не было, а оказался вверх колесами. Бывает и такое. В районе улицы Зейская и Железнодорожная перевернулся внедорожник. Причины и обстоятельства выясняются. Люди не пострадали. Повреждения авто значительные. В Благовещенске, в районе дома 7, по улице Батарейная, водитель, управляя автомобилем Тойота Плац, совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне перекрестка перед близко движущимся транспортным средством. В результате пешеход травмирована. Военный грузовик Урал, управляемый солдатом-срочником, врезался в Тойоту Королу и снес ее в придорожный кювет. В результате ДТП под Белогорском водителя легкового авто госпитализировали с травмами средней тяжести, сообщает Life.ru. Источник правоохранительных органов сообщает, что предварительно установлено, что водитель армейского автомобиля Урал не справился с управлением и допустил столкновение с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель иномарки. Он был госпитализирован в больницу города Белогорска. Сотрудники ГИБДД и военные автоинспекции разбираются в причинах и обстоятельствах аварии. Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. А теперь полезная информация для жителей областного центра. Мэрия Благовещенская просит горожан не оставлять на обочинах дорог свои автомобили. Это затрудняет работу служб, задействованных в очистке улиц от снега. В ночь с 14 на 15 ноября механизированная очистка дорожного полотна будет проводиться в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале asn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин